Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы начнем сейчас разговор о второй половине книги пророка Исаии и обратимся к 40-й главе. Насколько можно судить по особенностям контекста, по языку, по содержанию пророчеств? Конечно же, вторая половина книги написана в эпоху плена и совсем другим человеком, чем тот, кто написал первую половину книги за два столетия до плена. Разница между этими двумя частями около 200 лет. В соответствии с этим автора второй половины, неизвестного, конечно же, нам по имени, обычно называют либо Второй Исаией, либо Исаией Вавилонским, чтобы отличить его от Исаии Иерусалимского, который был автором первой половины книги. Кроме того, исследователи священного писания нередко заключительные главы книги, там 60-е главы книги, выделяют в качестве текста, принадлежащего еще и третьему автору. Но это, вообще говоря, не настолько очевидно. И разница содержательная и стилистическая между второй и третьей частями книги пророка Исаии по большому счету не так велика. Итак, вторая половина, начинающаяся с 40-й главы, написана пророком, чья жизнь и деятельность служения Богу пришлись, в общем, на вторую половину VI века Дождества Христова ориентировочно. Где-то началом служения можно назвать так примерно 550-й, может быть, 560-й годы до Рождества Христова, плюс-минус несколько лет. Это время, когда Израиль уже долго, давно находится в Вавилонском плену, время, когда Откровение Божье о том, почему этот плен произошел, что случилось с Заветом и с Народом Божьим, это Откровение уже было достаточно подробно дано Богом через пророка Езекииля, который, в общем, был непосредственным предшественником Исаия Вавилонского. И вот здесь, в Вавилонском плену, живут соплеменники Езекииля и Исаия, живут, надо сказать, уже не так мучительно плохо, как это было в начале плена, когда они только-только были угнаны из Иерусалима в Вавилон в 596-м, потом в 586-м году Дрождества Христова, потому что поначалу, конечно, изгнанники были лишены абсолютно всего, не обладали никакими человеческими или юридическими правами, и жизнь их была мучительно трудной. Но к середине столетия, в общем, до некоторой степени, по крайней мере некоторые, смогли как-то устроить свою жизнь. Они уже не находились под угрозой там постоянного истребления и голода. Но к тому моменту возникла в каком-то смысле куда более драматичная проблема, потому что один из вавилонских правителей, Набонит, вот он решил, что для укрепления единства распадающейся империи очень подойдут какие-нибудь там религиозные соединяющие элементы, духовные скрепки. Почему-то всегда в каждой распадающейся империи не придумывают ничего нового, а со времен Набонита и Нерона с Каллигулой измышляют такой религиозный способ укрепить единство, которое совершенно ничем другим не укрепляется. И вот Набонит решил ввести в Вавилонии культ лунного бога, вавилонского сина, общий для всех. Ну, это, собственно, был его царский культ, один из многих в Вавилоне, но, тем не менее, он решил всех заставить поклоняться этому единому богу, сделать их людьми одного языка, как, в общем, будет написано в предании о Вавилонской башне, которое тоже, может быть, где-то в это время и записывается израильтянами. Но, понимаете, для языческих народов, если им навязывают еще один культ, еще одного бога, ну, в конце концов, одним больше, одним меньше, суть дела этого не меняется. А вот для народа божьего это навязывание было чревато весьма и весьма тяжелыми драматическими последствиями, потому что они не могли поклониться никакому иному богу. Не простираем рук наших к богу чуждому. В книге Даниила потом всплывут через, может быть, одно-два столетия отголоски тех событий, которые при поздних вавилонских царях имели место именно в жизни Израиля. Но это еще тоже не весь контекст, который нужно учитывать, а нужно также учитывать, что, ну, одновременно с возвышением вавилонской державы еще другие окрестные народы постепенно тоже создавали более крупные державы, набирали вооруженные силы, богатства. И, в конце концов, очень реальную конкуренцию вавилону составили персы и медийцы. Медо-персидские такие племенные объединения, они, на самом деле, иногда меняли свой состав. Ну, в истории, пожалуй, можно назвать их всех персами. Вот эти вот персидские племена постепенно сформировали единую, относительно единую державу, и под рукой самого известного персидского правителя Кира II, одного из крупнейших деятелей истории той эпохи, вот под водительством Кира II персы удар за ударом наносили вавилонской державе и, в конце концов, ее сокрушили. Сокрушили. Собственно, потому и хотел Набанец и другие вавилоняне попытаться сделать что-то относительно объединенное из тех бесчисленных малых народов, которые они угнали из мест своего жительства, из всех тех стран, которые вавилоняне завоевали, что надо было пытаться противостоять этим самым персам, а угнанные народы, угнетенные и лишенные, в общем, прав и достоинства, это плохая опора, они скорее выйдут на стороне завоевателя, на стороне Кира II, чем на стороне митрополии. И, собственно, мы так и наблюдаем. Еще надо заметить, что этническая и религиозная политика персов была куда терпимее, чем соответствующая политика вавилонин. Персы не настаивали на отречении от национальных религиозных культов, от национальных обычаев, особенно это касалось иудеев, потому что у иудеев и персов, ну, по крайней мере, на первый поверхностный взгляд в верованиях можно было найти нечто более или менее общее. Ну и, соответственно, для иудеев, если бы царь Кир завоевал вавилон, это означало бы восстановление, ну, конечно, не независимости, нет, ни в коем случае, но это было бы восстановлением хотя бы религиозной самостоятельности, идентичности, избавлением от вот такой ссылки и депортации. И так, на самом деле, это было еще для целого ряда ближневосточных народов вавилон-переселенных. На самом деле, очень поучительный пример, потому что, конечно, с политической точки зрения, самым умным было бы не переселять, не угонять и не депортировать эти народы, оставить их на местах, но вавилонии у них, видимо, чего-то не хватало, то ли ума, то ли смирения. Поэтому вот произошло то, что произошло. В конце концов, по-видимому, именно кто-то из депортированных народов, неизвестный иудей или нет, но кто-то из депортированных народов, вот открыли Киру Второму ворота Вавилона, и с Вавилонской империей, было покончено буквально в несколько дней. И так, вот в этом контексте, в этих обстоятельствах, хотя еще до Кира Второго, еще некоторое время, еще не в тот же день он приходит, но среди, тем не менее, иудеев появляется ощущение того, что что-то меняется, что в конце книги Езекииля мы видим, как Господь говорит о том, что, ну, в общем, за грехи Израиля сделано удовлетворение, что то разрушение, кара, угнетение, вот все то, что постигло Израиль, так сказать, по результатам его духовной жизни в минус 7 веке, вот это вот все, в конце концов, исчерпано, приближаются какие-то другие времена. И вот у этих других времен, соответственно, свой новый пророк, вот этот самый Исаия Вавилонский. Кстати, совершенно невозможно исключить, что его и в самом деле звали тоже Исаией, как Исаии Иерусалимского. Ну и, кроме того, по стилю и по, ну, если так можно выразиться, духовному стилю, основному содержанию текстов, можно предположить, что он мог принадлежать и к пророческой школе, оставшейся после Исаии Иерусалимского. Ну, потому что после крупных авторитетных пророков, каждый из которых был чрезвычайно масштабной личностью, оставались некоторые пророческие школы, которые, возможно, существовали достаточно продолжительное время. Ну, так вот, Бог обращается к Исаии Вавилонскому, обращается с некоторым призывом, он говорит «возвещай». Возможно, что позднейший редактор текста слегка изменил порядок слов, и, вероятнее всего, начинается все с шестого стиха, а стихи с первого по пятый идут чуть позже. И так действительно несколько понятнее оказывается. Итак, голос Божий, голос с неба, говорит пророку «возвещай». И пророк в изумлении спрашивает, а что, собственно, я должен возвещать? «Возвещай» – это значит, что время настало. До этого, как будто бы пророку говорили, молчи, не возвещай, молчи, не говори, а вот теперь давай, время настало, возвещай. Что мне возвещать? И вот, собственно, возвещение мы видим в первых стихах этой главы, где Господь говорит «утешайте, утешайте народ мой», говорит Бог ваш, «утешайте народ мой». И, ну, это совершенно драгоценные слова вообще сами по себе, потому что Бог говорит об утешении, о том, что от его сердца исходит желание исцелить скорби народа, оттереть слезы народа. Бог хочет, чтобы его народ, люди ему предлежащие, были утешены. «Утешайте народ мой». Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его за неправду, его сделано удовлетворение. Исполнилось, кончилось то время, в общем, которое мы воспринимаем как время наказания. Но заметьте, что Господь через пророка говорит «время борьбы», время, когда не просто за свои вины и ошибки Израиль должен понести некие страдания. Это вообще обязательно должно вызвать вопрос о том, что здесь будет справедливо, что нет. Время борьбы. Время, когда вызван самим же Израилем буря, ломает и гнет его, и он борется. Вот это время закончилось. «Глаз выпиющего в пустыне приготовьте путь Господу». В связи с тем, что мы, конечно, сталкиваемся с этими словами главным образом в Новом Завете, где по-другому расставлены знаки припинания, акценты, нам нередко бывает не очень понятно, о чем разговор. И о чем разговор, кстати говоря, в Новом Завете тоже. Потому что, как правило, мы представляем себе Иоанна Крестителя, который говорит там «глаз выпиющего в пустыне». У нас очень эмоциональная картинка человека, который вопит в пустыне, и нет никого, кто мог бы его услышать, отреагировать и так далее. Довольно такая драматичная, но странная картина. Здесь же речь о другом. Голос выпиющего, двоеточие. Значит, выпиющий выпьет. Следующее. «В пустыне приготовьте путь Господу». Дело в том, что если представить себе географическую карту, то Израиль вместе с пророком находится в изгнании в Вавилонии. Это нижнее двуречье, где-то вот в нижней части, ближе к устью Тигра и Ефрата. И путь в Святую Землю оттуда, он, собственно, обычный торговый нормальный путь, он представляет собой такую букву «Г». Он идет углом, потому что сначала в широтном направлении нужно пройти практически до Леванта, потому что там плодородные земли. И есть реки, и живут люди, и можно пройти. Ну и дальше на юг прямо, опять-таки, по относительно плодородным населенным землям. Ну, пожалуй, можно даже сказать и цветущим. А напрямую из Вавилона в Иерусалим аравийская пустыня, каменистая, песчаная, сухая, бесплодная, в которой нет воды, нет растительности и нет жизни. Ну, может быть, только где-то отдельные оазисы. Путь напрямую через пустыню смертелен. Там невозможно пройти, ну, по крайней мере, без современных технических средств. И вот, тем не менее, голос вопиющего говорит, идите напрямую, в пустыне приготовьте путь Господу, напрямик, самым коротким путем. Самым коротким путем. Вот, собственно, смысл этого выражения. В пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему. И дальше там говорится о том, что впазины пусть повысятся, холмы понизятся, все выровняется. Вот такая вот прямая, как автобан, дорога. Должна возникнуть, ну, конечно, это образ, конечно же, но образ пути, по которому можно двигаться быстро и беспрепятственно. И явится слава Господне, и узрит всякая плоть спасения Божьи. Явится слава Господня, та самая слава, исчезновение которой, уход, который из Иерусалима видел в одном из своих видений пророка Иезекииль. И вот дальше пророк строит свои слова, как некоторый, в общем, многосторонний диалог, потому что часть слов произносится от лица Господня, часть от лица народа, часть от лица Вавилонина и язычников. Я бы сказал, меньше других пророк произносит слова от своего собственного лица. Тем не менее, вот в его видении и текстах некоторым образом оформляется этот диалог. Получается, что он как бы записывает реплики и от Бога, и от народа, и еще иной раз другие действующие лица сюда тоже включаются. И вот некто, здесь, может быть, и сам пророк говорит, засыхает трава, увядает свет, так и народ, трава, народ Божий, как трава, которые засыхают, увядают, пропадают, пропадают. И вот Господь обращается к пророку и говорит на это. «Взойди на гору, возвысь голос твой и скажи городам Иудиным, вот Бог ваш!» Видимо, указывая куда-то, в ту сторону, где должна явиться слава Божья. «Вот Господь Бог грядет с силой и мышцей его с властью. Как пастырь он будет пасти стадо, агнцев будет брать на руки». Итак, пророк предлагает воззвать к народу Божьему и сказать, Бог является, Бог является. Вот он грядет с силой, будет пастырем и будет агнцев своих брать на руки. И вот эта сила милости Божьей, она становится, ну, по крайней мере, очевидной. Может быть, даже, можно сказать, и осязаемой, явленной. Далее, в первых главах этой книги, там 40-й, 41-й и других, довольно много уделяет пророк внимания прославлению Господа. По-видимому, это тоже важная такая часть возвещения пророческого. Поэтому все время в этот многосторонний текст, полилог, вот включаются элементы гимнов, прославляющих Господа. И вот поэтому здесь он пишет, «Кто исчерпал воды горстью своей, кто уразумел дух Господа, был советником у него и учил его, с кем он советуется, кто вразумляет его, кто наставляет его на путь правды». Вот это, собственно, троп такой, да, мысль, которая в разных формах повторяется и повторяется в этой книге. С кем можно Бога сравнить, кого можно рядом с ним поставить? Вот он сотворил небо и землю. Есть кто-нибудь, кто ему помогал или рассказывал ему, как это надо делать? Нет никого. Есть кто-нибудь, кто может быть поставлен рядом с ним? Нет никого. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса? Небеса невозможно измерить ладонью, горстью невозможно вычерпать океаны. Вот кто как Бог? Нет никого, кто был бы ему подобен в величии. И здесь для пророка важно не только само по себе воспевание величия Божьего. Это, в принципе, дело важное и в духовном смысле чрезвычайно животворное, потому что оно дает человеку, человеческому сердцу настоящую уверенность и упование на Бога, и понимание того, как вообще мир и жизнь устроены на самом деле. Но для пророка здесь важно еще другое. Это некоторое состязание, если так можно выразиться, с язычниками и языческими богами. Вот противоставляется Бог, который, во-первых, существует, во-вторых, один, в-третьих, творец неба и земли, в-четвертых, никого, никто не может даже рядом с ним встать в этом деле творения. Ну, а с другой стороны, вот эти вот идолы, языческие боги, которые этими идолами представлены. И, соответственно, народы, которые на этих идолов уповают. И вот эти все народы, оказывается, пытаются, иногда успешно, как в Вавилоне, победить народ Божий, но все они оказывают, все их усилия оказываются тщетными. Все народы, как капли из ведра, все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Ну, во-первых, заметьте, что это, конечно, просто выпиюще, неполиткорректно. И скажи нечто подобное, какой-нибудь современный автор, скажи он, что вообще-то есть цивилизация и ее отсутствие, культура и ее отсутствие, скажем, подлинная вера в единого Бога и ее отсутствие, и одно отличается от другого и обладает разной ценностью. Ну, тут современные газеты такому человеку бы быстро объяснили, как он неправ. Понимаете, вот это вот... Конечно, человечество так было в 20 веке перепугано. Расизм он перепугано, что, в общем, невольно отшатнулось в другую сторону. И поэтому так бросается в глаза, что Исаия Вавилонский, формулируя то, что Бог ему открывает, он прямо говорит, есть вещи значимые и ценные, а есть вещи незначимые и неценные. И вот эта вот вся билиберда, которой поклоняются языческие народы, гроша ломного не стоит. Не стоит ломного гроша. Все народы, как капли из ведра, считаются, как пылинка на весах, менее ничтожества и пустоты. Ну, с другой стороны, посмотрите, может быть, просто пророк хочет сказать о том, что смысл и ценность человеческому существованию, в том числе существованию народов, народов, смысл и ценность придаёт завет с Богом. И если этот завет реален, то тогда существование народа, в данном случае народа Божьего, имеет цену и имеет смысл. А если это либо отсутствующие взаимоотношения с Богом, либо лицемерные на словах, то ни цены, ни смысла нету. Вот, собственно, такой важный момент здесь, в этой части главы. Дальше пророк говорит, кому подобите вы Бога, какое подобие найдёте Ему. И вот, видите, поскольку явно он неоднократно видел процесс изготовления разнообразных идолов, то очень долго и, в общем, саркастично описывает Исаия это дело. Говорит, вот, кому вы уподобите Бога? Идол, вот идола выпиливает художник, выливает художник, золотильщик покрывает его золотом, приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево. И вот Исаия говорит, Бог – это тот, кто выседает над кругом земли, с его высоты живущая на земле, как саранча перед ним. Масштаб так велик, разница масштабов между Богом и людьми. Он распростёр небеса, как тонкую ткань. С кем вы сравните, кому уподобите? А эти идолы, собственно, имеются в виду, это дело рук человеческих, и не более того. И не более того. Да, произведение искусства, но не более того. Теперь, смотрите, кому уподобите меня, с кем сравните, говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите. Вот здесь через Исаию предлагается нам поднять глаза к небу и увидеть звёзды. Собственно, воинство небес – это именно звёзды. Кто выводит их по счёту, по множеству могущества и великой силе, у него ничего не выбывает. Ну, конечно, потрясающая совершенно деталь. Да, пророк говорит, что Бог, зная все эти звёзды, он выводит их по счёту, каждую называет по имени, и у него ничего не теряется, ничего не выбывает. И это в каком-то смысле такая предварительная мысль по отношению к тому, что дальше будет говориться о народе Божьем. Смотрите, «Как же говоришь ты, Иаков, путь мой сокрыт у Господа, и дело моё забыто у Бога моего?» Пророк говорит, Бог ничего не забывает, у него ничего не теряется, не теряется, ничего не выбывает. Что ж ты такое говоришь, что дело твоё забыто у Бога? Не может такого быть, потому что у Бога всё в руках, и ничего не теряется. «Разве ты не знаешь, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его неисследим?» Не утомляется, не забывает, не оставляет, не бросает. Бог – это тот, на чью верность можно положиться. И именно он даёт утомлённому силу и изнемогшему дарует крепость. Речь идёт о возможности опереться на Господа Бога, не сомневаясь, не думая о том, что ты, может быть, попытаешься опереться, а он забыл и бросил. Нет, так не бывает. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Субтитры создавал DimaTorzok